Сегодня очень важное видео про полипы, эти коварные опухолевые образования. Я расскажу о щадящем методе, который много лет назад профессор Новиков разработал. И это уже проверено, что называется, не одним десятилетиям. О первых звонках, когда нужно уже задуматься. Я приведу несколько очень важных примеров, показательных. Но и в завершении приведу очень важный, интересный пример и сделаю выводы. Полипы это выросты на поверхности слизистых оболочек, но не кожи, внимание, не кожи, а слизистых. В некоторых органах, в желудке, в кишечнике, в матке, в мочевом пузыре. Аденомы могут выступать над поверхностью слизистой оболочки или свисать в просвет на ножке в виде полипа. Полипа это каверзное образование, так как после хирургического удаления полипа они вырастают с удвоенной силой, причем очень быстро. Это именно тот вариант, когда можно однозначно сказать, что нужно сделать все возможное, чтобы операцию по иссечению полипа оставить на самый крайний случай. Методика такая, разработана, она эффективная, действенная, и вот сегодня об этом как раз и данное видео. Пока в начале совсем кратко, методика включает в себя клизмы, если надо спринцевание, ну при полипах женской половой сферы, а также прием внутрь нескольких видов грибных препаратов. В идеале это маркерный курс, о чем я говорил, видео о надежных методиках лечения онкологии вот в этом. И обычно через месяца полтора, максимум два, бывает и быстрее, такой активной комплексной терапии полип отходит сам с собой, вызывая лишь легкое кровотечение. То есть наблюдается самопроизвольное отхождение полипа. Скоро я приведу несколько историй болезни, а пока в двух словах скажу вот о чем. Первый звоночек, когда нужно задуматься. Я выпускал уже несколько видео о различных опухолевых проблемах и про миомы, кисты и так далее. У меня есть несколько инфопродуктов на эту тему. Я говорил и о том, что является первопричинами опухолей, доброкачественных и злокачественных в том числе. И это, конечно же, грибки микромицеты, паразитические, плесневые и дрожжевые грибки. Это основа, это как правило. Но задуматься о проблемах серьезных надо тогда, когда еще врач не поставил диагноз миома, мастопатии, аденомы или полип. Необходимо понять, просто так ни с того ни с сего опухоли не образуются. Всегда можно найти отправную точку этого процесса и понять первопричины. Первое, что должно насторожить, это папилломы и различные бородавки. Если вы видите у себя подмышкой или на шее даже маленькую тоненькую папиллому, это означает, что иммунная система дала сбой. Конечно, от этой первой папилломы еще далеко до миомы или аденомы. Но сбой в иммунной системе уже налицо. Одной папилломы дело, как правило, не заканчивается. Они начинают образовываться, расти одна за другой. Конечно, их можно удалить лазером, электричеством и другими методами, ну, из косметических соображений. Но нужно понимать, что действовать надо не только снаружи и убирать не только последствия, но и причины. То есть действовать не только операционно-хирургически, что называется, косметологически, но и изнутри, через кровь, через те вещества, которые устранят причины образования папилломы и так далее. Знаете, никакая хирургическая операция не остановит процесс их образования. Более того, хирургическое вмешательство, наоборот, провоцирует процесс образования доброкачественных опухолей, и они начинают расти с удвоенной силой. Причем не только на месте самой проведенной операции удаления, а буквально рассыпаясь по всему телу. Ну, а после папилломы бородавок на теле возможно появление уже более крупных и более серьезных новообразований, жировиков или, по-другому, липом, фибром, аденом, полипов и прочих. Кстати, тот же гриб шитаки, о котором у меня было недавно видео, вот это, его концентрированная водорастворимая форма, то есть концентрированный полисахарид лентинан, при профилактическом приеме не допускает возникновения доброкачественных опухолей. И достаточно пройти всего лишь месяц, иногда два курса с грибом шитаки, совместно с грибом веселкой, чтобы убрать папилломы. Ну, конечно, их нужно мазать еще кремом шитаки два-три раза в день. Ну, а теперь давайте несколько конкретных примеров, говоря о полипах. Буквально две минуты моей рекламы, важной для всех. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Ну а теперь давайте несколько конкретных примеров, говоря о полипах. Моя коллега-биолог Филипова дает следующее описание. Женщина 48 лет, полип шейки матки. Была назначена операция, но решила повременить, так как было опасение, что этим полипам дело не кончится. Опухолевые образования уже пошли по всему телу. Жировики на предплечьях и коже головы, попеломы на шее. Рекомендации были таковы. Спринцевание настоем чистотела, чередуемые со спринцеванием ионным серебром, то есть коллоидным серебром, вот этим. Прием внутрь слабой концентрации того же ионного серебра, шитаки и веселки для подавления опухолевого процесса в организме. Через два месяца от начала лечения утром при мочеиспускании с незначительной кровью вышло образование по виду напоминающее крохотную красную капусту. Кстати, в таких ситуациях необходимо, желательно, конечно, полип данный вышедший, поместить в баночку с небольшим количеством водки для консервации. И таким образом, сохранив его на какое-то непродолжительное время, срочно сдать лабораторию для гистологии. Ведь любой полип необходимо проверять на онкологические клетки, мало ли. Но в этом случае было все хорошо. Был аденоматозный полип. Последующие два года полипы не образовывались, жировики понемногу начали рассасываться. Вот еще интересный случай. Мальчик, 6 лет, полип прямой кишки. Да, в наше время и это не редкость болезни молодеют. Я во многих своих лекциях объяснял, почему так происходит в наши дни. Рекомендации клизмы с ионным серебром каждый день. Водные настойки шитаки и чаги. Полип отошел через три недели с небольшим количеством крови. Еще один пример юноша, 16 лет. Полип слизистой желудка на широком основании. Рекомендации были таковы. Прием ионного серебра, водных настоек чаги и шитаки. И в течение двух месяцев полип значительно уменьшился. Кстати, очень важный момент. Данная методика была разработана еще в 50-е годы воронежским профессором Новиковым, который смог доказать, что без операции можно обойтись. Сначала иссушив и истанчив ножку полипа травяными сборами, а потом спровоцировав его отхождение клизмами. По наблюдениям ученого, случаи повторного появления полипов после такого лечения были крайне редки. А вот при хирургическом вмешательстве полипы появляются вновь и практически всегда без исключения, причем уже и на других участках данных слизистых. Объяснить это тогда, впрочем, как сейчас медики не могут. Это всегда оставалось загадкой, хотя очень интересную гипотезу повторного, спонтанного появления опухоли в организме была предложена физиками-тихоплавами. В принципе, это то, о чем говорил академик Горяев, про волновой эффект. Если будет интересно, я сделаю об этом отдельное видео, лишь скажу вам сейчас маленький отрывок из данной книги. Было доказано, что человек это резонансный контур, а весь мировой эфир пронизан виртуальными фантомами, которые не имеют преград. Кстати, об этом говорила и академик Бехтерева. То есть не все так просто и материально, как думали ученые ранее. Кстати, этими же вопросами занимались японские исследователи, в том числе профессор Ямамото, который провел серию опытов по фантомам. Помните, слышали, что такое фантомные боли, когда у человека нет ноги, отнимают на операции, допустим, а она потом у него всю жизнь болит в определенных ситуациях, и как будто он ее чувствует. Это истина, это законы природы, просто не все входит в круг понятия того или иного человека, либо группы людей, вот и все. Но возвращаясь к материальному миру, и так, как я уже говорил, методика была разработана в 50-е годы, она прекрасно зарекомендовала себя на тысячах людей, но потом была забыта. Мало того, проктологи часто специально предупреждают не делать клизмы, вдруг, мол, оторвется полип, беды потом с вами не оберешься. Начнется спонтанное кровотечение, мало ли чем кончится. Но это все от незнания. Опасные кровотечения возникают при насильственном хирургическом вмешательстве, когда полип к удалению не подготовлен, как это было, например, когда великий русский и советский, разумеется, ученый, академик Углов Федор Григорьевич рассказывал в своей книге, например, «Сердце хирурга» и в других, он описывал, как был, по сути, убит неправильной, неподготовленной операцией, которую спонтанно Королеву, без специалистов, анестезиологов и прочих, провел академик Петровский. А через месяц буквально американские газеты радовались, что у русских больше нет космоса. И именно при операциях кровотечения возникают очень часто. При естественном же отхождении полипа это бывает крайне редко. Ну а в завершении приведу вам пример из газеты «Здоровье» одного из номеров. Об этом самом методе, но о таком ярком, сильном примере, поскольку вот эти качели туда-сюда. Операция «Новый полип», опять операция «Новый полип» было несколько лет и несколько раз. Письмо. «Сорок лет назад мы служили в Алжире. Муж был военным специалистом. Не знаю, что послужило причиной, но когда мы вернулись домой в Россию, сразу образовалась у нас куча болезней. Про себя не буду рассказывать, а о сыне и муже расскажу. Сначала обнаружили полип в прямой кишке у мужа на очередной медкомиссии. Разговаривать долго не стали, а сразу назначили операцию. Она, правда, была несложной. Просто иссекли полип через анус. Через три месяца обнаружили еще два полипа выше. Опять операция. Теперь уже сложная. Через год полипы были уже в сигмовидной кишке. И опять операции, как следствие комиссования. Через год еще полип. И тогда мы отправились к профессору Новикову, который продержал моего мужа два месяца в больнице. Но все-таки полипы, а их было уже три штуки, вышли сами. А метод весь таков. Клизмы с чистотелом и коллоидным серебром и солью. Прошло более 30 лет, полипов больше нет. Кстати, у нашего 10-летнего сына тоже образовался полип в прямой кишке на 3 сантиметра выше ануса. И нас тоже стали заставлять делать операцию. Но я отказалась. Новиков за две недели вывел этот полип естественным образом. Епифанова ТР Нововоронеж. Что ж, я скажу в завершение следующее. Конечно, бывают случаи, ситуации, когда и операции необходимы, и другие иные методы, медицинские, официальные. Но в природе, в общем-то, есть все, чтобы быть здоровым или вылечить любую болезнь. Просто люди забыли многое. Врачи не хотят об этом думать. Нынешние, прежние, это многое, о чем думали. Ближе были к природе, к старым знаниям, настоящей, исконной, народной, традиционной медицины. Но говоря о полипах, методика действительно есть. Она очень хорошо опробирована, известна, безопасна, что самое главное. Только, дорогие товарищи, сразу скажу, методика должна быть, еще раз, с чего я начинал, комплексная. Вот эти спринцевания и прочие, да. Плюс к этому прием внутрь лечебных грибных препаратов. Итак, под этим видео я оставлю вам три ссылки. Первая на методику лечения полипов, уретры, шейки матки, прямой и сигмовидной кишки. Что нужно делать в первый месяц, какие, соответственно, идут препараты. И что нужно, что желательно делать в последующие три месяца, о чем я уже говорил про маркерный курс. Для того, чтобы предотвратить в дальнейшем образование любых опухолей в организме. Вторая методика идет при лечении полипов желудка. Там своя метода. И также в завершении курса месячного пройти трехмесячный маркерный курс. В общем, под видео будет две ссылки. И третья на уже маркерный курс. Он так и называется маркерный курс. А наружный прием через слизистые, иссушение полипа и дальнейшее его естественное отхождение. Это методики уже с чистотелом, коллоидным серебром, о чем я говорил. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео. Ссылочку перекидывайте. С рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами в глобальном плане, в плане оздоровления населения. И чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.